Ну что, дорогие друзья, еду я, наконец-то, в Вейкпарк СМК, и еду я один, мне скучно, поэтому сейчас я буду разговаривать, а вы будете меня слушать вниматочно, соответственно, ролик, это необычный, не то, что я какую-нибудь сейчас тематику вам разверну, соответственно, расскажу про неё, на каждую фразу буду мемасики вставлять, всякие там тудак, судак, вот эти все дела, нет, такого ролика сегодня не будет, это просто огромное количество мыслей, несколько анонсиков, которые я вот в такой разговорный формат сегодня запихаю. Можете заваривать кофеёк, разогревать чебупели и наслаждаться моей непревзойдённой харизмой и прекрасным, великолепным ангельским голосом. Бля, прошу прощения, держал сколько мог. Соответственно, что же происходит в первую очередь? В первую очередь тело у нас не готово, потому что ходите в зал, там, не знаю, в бассейны, качайте ноги, руки, плечи, хуечи, начинается сезон, вы два раза катаетесь, иногда, может, даже один, в зависимости от того, сколько вам лет, если вам 30+, то одного раза достаточно, и потом вы неделю умираете. Это происходит в том случае, если вы не катаетесь зимой, соответственно, на Пхукете, на Бали и в других каких-то странах, соответственно, где всегда солнечно, тепло и где есть вейкпарки. Соответственно, это минимальная прослойка, в большинстве случаев это профессиональные райдеры, которые живут этим видом спорта и зарабатывают, соответственно, которые занимают какие-то места, ездят на соревнования и прочее, соответственно. Их эта тематика, скорее всего, не касается, но их 2% от общего числа вейкбардистов, поэтому тема актуальная, и мы, соответственно, на этот счёт сейчас побеседуем. Я, соответственно, какой-то промежуток времени пытался с этим бороться. Я думал, что если я буду ходить, ну, у меня просто достаточно хорошая физическая подготовка, я очень много лет занимался паркуром, уличной акробатикой и прочим, и, в принципе, окей, нормально, нагрузки переношу достаточно хорошо и даже тяжёлые. Я очень много бегал и вся хуйня, и поэтому у меня всегда возникал диссонанс, типа, почему я, ну, столько занимаюсь спортом, в принципе, да, я, конечно, и не спортом тоже дохуя занимаюсь, например, я курю, но всё же, да, то есть спортом я занимаюсь дохуя. И при этом всегда, когда начинается сезон, у меня всё болит, начиная от плечей, заканчивая жопой, блин. Сейчас пятый или шестой мой вейкбардический сезон, или третий, или четвёртый, точно не третий, ну, какой-то пятый, скорее всего, точно не помню, нужно посчитать. Но суть в чём, я физически подготовлен и с малых лет занимался спортом, причём весьма интенсивно, то есть у меня было спортивное плавание, у меня была акробатика, я занимался паркуром, я много бегал, я служил в армии, и в армии я служил не то, чтобы я там где-то, да, типа мы в нарядах сидели, картоху чистили, нихуя, мы гоняли на танках, мы стреляли так много, что я вот в жизни больше никогда не захочу больше стрелять. Физическая подготовка, у меня всё замечательно, но при этом не было, сука, ни одного сезона, когда я начинаю кататься на вейке, когда у нас растаял лёд, чтобы я в это состояние вошёл, такой типа покатался, и мне похуй, то есть у меня не заболела жопа, не заболели плечи, тормоза, там ещё какая-нибудь хуйня не отнялась, как, даже если я занимаюсь спортом, там, я не знаю, каким-то, прям вот зимой в зал хожу, да, прям усиленно, прям, все мышцы прокачиваю, которые нам для вейка нужны, хуй, когда ты залезаешь на вейкборд, когда тебя тянет лебёдка, всё, пиздец, буквально через одну каталку, после того, как ты открыл сезон, две недели ты не можешь делать ни-ху-я. И в прошлом году у меня прям показательная такая была ситуация, я, соответственно, достаточно агрессивно начал сезон, потому что мне показалось, что я поздно его открыл. Впервые в прошлом сезоне я покатался 30 апреля, планировал в середине марта, хуй знает, где в середине марта в России уже катаются, но почему-то я, блядь, уже планировал. Суть в чём, я катаюсь 30 апреля, у меня всё, я уже, 30 апреля у меня уже было ощущение, что я проебал сезон, весь, целиком. Ну и я начал, соответственно, раскатываться достаточно агрессивно, буквально через две недели, после того, как я начал кататься, я слёг на две недели. Я травмировал спину, ну, не то чтобы травмировал, она у меня уже травмированная, и я, соответственно, вот этой чрезмерной нагрузкой потревожил те области, которые тревожить нежелательно. Соответственно, первые два дня после того, как это произошло, причём, ну, там не было какого-то невероятного трюка, я просто прыгнул, там, два раза грэп в полёте схватил, приземлился на плоскую доску, и у меня там чё-то как будто прям хрустнуло. Первые три дня после получения вот этой ситуации пешком шёл до туалета 30 минут, а я живу, сука, в студии. Ну, то есть, у меня туалет два шага, три, может быть, да, то есть, я не мог просто встать и пойти, то есть, мне нужно было вот так, какой... То есть, я сначала вставал очень аккуратно с кровати минут 10, потом я вот так опираюсь на всё, на что можно опереться, вот так по всей комнате, проходил, соответственно, до стола, там брал стул, и со стулом, вот так опираясь на него, шёл в туалет. В туалете я тоже заседал где-то, наверное, минут на 20, потому что я понимал, что в следующий раз я пойду хую знает когда, и такие мучения мне неинтересны, поэтому я прям в туалете посидел, все дела поделал. Ну, и, соответственно, что хочу этим сказать, вот такой хуйнёй заниматься больше не хочется. Вот в этом сезоне я начал кататься чуть раньше, сегодня у нас суббота 13 мая, я начал кататься что-то числа 25 апреля, я катался уже 5-6 раз, и я прям максимально сэвюсь, прям максимально. И спина, окей, плюс, соответственно, относительно той ситуации, которая случилась в прошлом году, естественно, я там посещал врача, кстати, мой врач у меня занимается на батутах, не знаю, нахуй вам эта информация, просто живите с этим. Ну, и, соответственно, она мне все там разработала, какие-то упражнения, все, вот это ролл катай, бег, 3 километра, подтягивания 6 раз, вот эта вся хуйня, все, мне список дали, всю зиму занимался, все, сейчас сезон открыл, замечательно, спина не болит, аккуратно, сэвюсь. Что вы думаете, блядь, сходил в бассейн, заболели плечи, в бассейн не в смысле в зимний покататься, просто поплавать пошел, поплавал в декабре, блядь, схватил плечо, и вот полгода болит, что делать, не знаю, сезон вроде открыл, а понимаю, что какие-то жесткие интересные штучки не поделать, потому что плечо болит, и пиздец, и пиздец. А у нас ситуация какая, мы, даже если мы в зал не ходим зимой, да, вот эти все ситуации не делаем, у нас есть инстаграм, где мы смотрим, как Коль Волохов там двенашку делает, да, где Никита Тверсков лупошит, где Лиза там балуза, хоперлайт нам рассказывает в команде, мистика катается, и мы всю зиму такие сидим и такие, ну сейчас, сейчас, сейчас вот еще пока зима, но сейчас скоро будет лето, мы всех догоним. Мы все-все научимся, все быстрее всех все сделаем, и самое интересное будем. Пока зима длится, мы, соответственно, нагрузку забываем не только физически, но и как-то психологически, когда особенно, вот сейчас у меня этого уже нету, потому что я эту ситуацию зафиксировал, и как бы с ней уже начинаю сезон, то есть я понимаю, что я этого не ощущаю, но я знаю, что это будет. Пока идет зима, проходит, тело не только физически забывает, но и почему-то нам кажется, что в принципе кататься на вейке проще, как-то вот оно забывается, что у вас лебедка тащит 25-26-30 километров, что доска у вас вот такая, 153-я, тяжеленная на вас, что у вас там костюмы, жилеты, хуеты, вот это все дела, почему-то все как-то забывается, как будто бы вот это все такое, самое главное, как будто бы начать, как будто бы открыть, а вот эта вся экипировка, то, что вот это, оно как-то такое, типа, ну нахуй, и вот начинается сезон, и мы на вот этом энтузиазме догонять быстрее Никиту, Колю, Лизу, а то они там уже ебашут, и мы такие прям на первой рылюхе, бам, скорпиона ловим, и все, и пиздец, и еще целый месяц сидим, отдыхаем, чтобы что-то там у нас восстановилось. Конечно же, не надо так делать, ни в коем случае, и я вам сейчас несколько ситуаций расскажу, а вы в голове фиксируйте, запоминайте и пользуйтесь на будущее. Хотя, кстати, сейчас сезон только начинается, еще не все люди его открыли, для многих и сейчас это будет полезным. Итак, сам первый у нас что? Как бы мы ни готовились, чем бы мы ни занимались, каким бы спортом, как интенсивно, все ли группы мышц скачали, которые нам нужны, не поможет. Когда вы будете открывать сезон, с учетом того, что вы не катались там 7, 6, 8 месяцев, не поможет. Единственный вариант это начать раскатываться лайтово. Я, например, для себя выработал методику следующую. Первые две недели каталки я не прыгаю флэт вообще, вот вообще. Если у вас есть возможность сразу раскатываться на кольце, окей, замечательно, вы там можете просто потрамвайить, часок, два, вот так, замечательно. У вас уже мышцы привыкнут. Можно по каким-то простеньким фигурам. Кикеры можно, но только какие-нибудь маленькие, чтобы без жестких приземлений, чтобы сразу не травмировать коленки, ноги, мышцы какие-то определенные. Поэтому начинается сезон, не торопитесь вспоминать все, что вы умеете. Просто можно так вспомнить, что потом получите травму и будете полсезона потом пока восстанавливаться, пока привыкать к этой травме, чтобы там прыгать, чтобы ей не мешать. Не надо. То есть вот самое первое, что я вам рекомендую, в этом сезоне я это тестирую и работает. Желательно кататься на кольце в самом начале. Если не умеете, то, конечно, реверс. Конечно, реверс на кольцо лезть не надо. То есть, если вы из Питера, если вы знаете, как катают в санпарке, да, то есть приходит новичок, говорит, я хочу на кольцо, потому что кольцо дешевле, чем реверс. Но при этом на вейке он никогда не стоял, его вырывает к хуям собачьим, как дерево с корнями. Он падает, вообще не понимает, что происходит. Может быть, уедет через 2 метра, словит швабру. Нет, так не надо. Если у вас нету навыков катания на кольце, на кольцо лезть не надо. То есть сейчас это, естественно, я рекомендую тем, кто уже на кольце катался, понимает, что это такое. А если вы прям совсем новичок, перворазник, конечно, тогда реверса вам будет более чем достаточно. То есть просто раскатываемся, первая неделька, 2, вообще никакого флета, можно лайтовые какие-нибудь фигурки. Естественно, все зависит от уровня вашего катания, да, то есть я себе там какие-то сальтухи с кикера позволяю делать, но просто это сальто, которое я прыгал чуть ли не с первого сезона, я их делаю вот так, это, ну, где-то уже на подкорке, да, то есть там не может вообще ничего случиться на маленькой высоте, это прям стопроцентная информация. Потом я уже добавляю какие-то флетовые трюки в течение мая и, наверное, до середины июня я раскатываюсь. Соответственно, после того, как я вспомнил все упражнения, которые я делал до этого, только после, это, ну, середина июня, на самом деле, это я вам называю прям, ну, совсем маленький срок. Вообще, в идеале раскатываться прям до июня. В зависимости от того, что вы умеете, конечно, если у вас там в арсенале два рейли и полтора бэкролла, то, конечно, у вас все это быстрее пройдет. У меня чуть больше, я все-таки считаю, что я такой среднячок среди любителей, у меня парк трюков не очень большой, но присутствует, поэтому вот даже я со своим парком, я, скорее всего, их буду вспоминать вот до конца июня. И вот июль, а август у меня только пойдет, соответственно, тренировка, когда я начну там что-то учиться. Это первое. Второе. Профессиональные спортсмены уже, как вам говорил, соответственно, мы зимой что делаем? Мы, конечно же, ну, некоторые из нас ходят в бассейны, но они у нас в нескольких городах всего, да, и на постоянной основе, на постоянной основе, то есть весь день, они работают, насколько я знаю, только в Москве, да, в спортстанции. В Питере бассейн работает там 2-3 часа в день, причем очень поздно, да, вот я, например, сам из Питера, в Питере живу, сам-то я из Липецка, ебаный народ. И, соответственно, я вот, если мне покататься, я лучше поеду в Москву, там, раз в сезон, чем 3 раза за зиму покатаюсь в Питере, потому что мне наш бассейн, он мне не нравится, он мне не подходит. Я уже старый, я не хочу кататься в полночь, я не хочу потом до 4-5 утра не спать, не подходит. Плюс не люблю вот эту челночную езду. Мне нравится кататься по сетам хотя бы, поэтому, соответственно, только в спортстанции у нас работает. Ебать, я куда-то ухожу постоянно, я вам вообще про другое хотел рассказывать, что за пиздец? Короче, спортсмены, многие из нас, конечно, ходят в зимние бассейны, но, опять же, их меньшинство. Большая часть людей, которые катаются, они зимой ничем не занимаются. Иногда, может быть, там, слава богу, попадется какой-нибудь кэмп, там, прям, совсем заядлое, да, на Пхукет слетают, покатаются, но, опять же, их очень мало. И люди, которые зимой не катаются, люди вроде меня, да, мы зимой что делаем? Мы, естественно, подписаны на всех райдеров, мы всех знаем, мы со всеми общаемся, мы всех любим, всех комментируем, мы на них смотрим и думаем, ебать, вот это они, конечно, лупят, но ничего, ничего. Сейчас вот сезон начнется, я тоже начну, и вот пока идет зима, у нас понимание о нагрузках вейкбординга, оно вот куда-то улетучивается. Вот как будто бы, как будто это все так просто, как будто вот эта доска тяжелая, вот эти все гидрики, как будто вот эта скорость 30, там, километров в час, 25-26, да, там, везде по-разному, как будто это вот хуйня какая-то. Мы еще такие интересные, мы на батуты ходим, на батутах-то акробатику нужно отрабатывать, да, и, соответственно, мы ходим, и там прям все отрабатываем, и такие, о, сейчас я на вейк приду, и там как дам, соответственно, вот эту ситуацию. Но суть в том, что мы отработали акробатику в комфортных условиях. Да, окей, акробатика это сложно, но когда у нас к акробатике прибавляется скорость в 30 километров, тяжелая доска, гидрокостюм, жилет, шлем, вот эта вся кипа, да, соответственно, ну, мы это как бы уже в разы тяжелее, а мы-то нихуя, мы же на батутах все напрыгали, мы теперь все умеем. Очень быстро разочаровываемся, когда начинается сезон, потому что, во-первых, мы на райдеров на крутых насмотрелись, во-вторых, на батуте мы и так напрыгали, что там-то фал нас так сильно не тянет, да, даже если мы прыгаем по моей методике, когда он все время в натяжении, все равно, когда мы переходим на воду, там на батутах была всего лишь имитация. Ну и, соответственно, многие люди, когда переходят на воду, они такие, типа, воодушевленные, я все научился, я сейчас все сделаю. В результате, во-первых, нет никакой раскатки, да, вы сразу пытаетесь что-то лупить, потому что, ну что, сет маленький, надо туда все уместить, а во-вторых, вы насмотрелись профессиональных спортсменов, вы там на батуте наотрабатывали, все, вы все знаете, вы все умеете. И это прям вот первый признак того, что вы, даже если не разложитесь конкретно, да, прям по частям, то, как минимум, вы будете разочарованы. Так как понимание того, как вейкборд нагружает наш организм, улетучилось, и вы такие, у-у-у, одухотворенно, сейчас вот у нас сезон начался, мы как дадим, и вы вот это вот, соответственно, и мозг, и тело нагружаете, и нагрузкой, и кипой, и всеми делами, и тело такое, эй, ты, братан, ты че? Мы, конечно, прыгали на батутах, но мы так не договаривались. И даже если вы, соответственно, физически там не разложитесь, не убьетесь, не получите никакую травму, то чисто психологически вот здесь вы, вы прям расстроитесь, потому что вы готовились, вы ждали, а нихуя не получается. И это нормально. Вам нужно принять то, что в начале сезона, как бы вы ни готовились, куда бы вы ни ходили, на каких бы спортсменов вы ни смотрели, сколько бы вы ни напрыгали на батутах, в начале сезона всегда нужно сначала раскататься, привыкнуть к скорости, к доске, попрыгать гребчик и прочее, прочее. Как бы вы ни тренировались, всегда в начале сезона у вас будет получаться хуйня. Просто примите это, и вам сразу станет жить легче. Я даже выработал формулу, я сейчас вам ее расскажу и поделюсь. Допустим, вы вот такие смотрите. Ага, Коля Волохов въебал с маленького кикера, с М-ки, по-моему, двенашку. Но я райдер не профессиональный. Но у меня же должны быть амбиции. Я как бы должен к чему-то стремиться, чтобы что-то научиться. Как говорится, проси больше, дадут сколько надо. И формула моя заключается в следующем. Мы вот смотрим, ага, Коля Волохов, прям его берем в пример. Делает двенашку с маленького кикера. Нам надо, вот нам, простым смертным, которые зимой не катаются нигде, вот нам надо вот эту всю ситуацию поделить напополам, и еще минус 17. И вот это наш вариант. Причем это наш вариант не для раскатки. Это наш вариант для изучения и обучения. Вот в таком случае, ну, как бы, естественно, вас все равно никто от травм не убережет. Мало ли, как вы начинаете трюк, как вы приземляетесь, мало ли, какие нюансы там вам встретятся. Но вот эта формула в моем случае пока работает лучше всех остальных. Соответственно, вы берете какой-то трюк, вы его хотите. Вот он прям охуенный. Вы делите, соответственно, трюк напополам. Потом, если, допустим, это какой-нибудь KGB или дам-дам, то мы его делим напополам, это тут все. И еще минус 17, это без перехвата, да, это в блайнд. То есть это сальто вперед в блайнд, окей. Вот сначала надо научиться вот эту ситуацию. Научились вот эту, потом уже, соответственно, усложняем. То есть трюк, который вы увидели, вы, во-первых, не забывайте, что абсолютно все трюки учатся по частям, по маленьким-маленьким, соответственно, подводяжкам. Никогда, ни в коем случае нельзя пробовать сложные координационные трюки вот прям сразу наскоком просто вы сальто научились и такие, о, все, пойду там на KGB какой-нибудь. Соответственно, если вот это вот мой весь пиздеж подытожить, который я вам сейчас тут наговорил, во-первых, все трюки, которые вы хотели бы научиться, вот прямо сейчас, за сезон, вот весь вот этот парк трюков делите на 2 и минус 17 раз. Это первое, что вам поможет не травмироваться. Второе, раскатывайтесь, не прыгайте в самом начале флэк, какие-нибудь легенькие фигурки, в идеале по кольцу, по трамвае, чтобы мышцы привыкли. Если у вас там парк трюков, хотя бы как у меня, если вы смотрели прошлый ролик, то вы плюс-минус понимаете мой уровень катания, то рекомендую вам сначала все это вспомнить, довести до автоматизма. Соответственно, это у вас займет как минимум июнь еще, да, если вы сейчас еще не катаетесь. Но я думаю, что если вы любитель, то уже катаетесь. И уже в июле, в августе начинать активные тренировки. А пока вспоминать, и все у вас будет чик-бам-бинио. Кэмпы нахуй. Я пока только в одном был в кэмпе. Планирую побывать во всех. Прям вот все, кто тренировал, ну как во всех. То есть я имею в виду более-менее именитые какие-то кэмпы, да, где там ребята крутые, типа Никиты Терса, да, где там Коля Волохов, типа Дропа, да. Соответственно, все вот эти кэмпы я хочу посетить. Потом вам про это, про все рассказать. Потому что у меня есть определенные претензии к кэмпам. Ну, это такие мои, типа, доебаться. Самая основная из них, она заключается в том, что... То есть кэмп, в принципе, это вроде как и спорт, а вроде как и, соответственно, развлечение. Но я почему-то вот больше к спорту склоняюсь, когда вот мы о кэмпах говорим, как-то вот у меня так настроено, да, вот в полушариях, что если мы говорим про кэмп, то мы имеем в виду, естественно, какие-то спортивные... Ну, обучение каким-то трюкам и прочее, и прочее. И, естественно, я наблюдаю за всеми этими кэмпами, за ребятами. Я себе сохраняю там их вот эти сторки, рилсы, где они, соответственно, делают рекламу относительно того, что мы вас там научим, все научим, все, у нас там 34-кратные чемпионы планеты по вейкбордингу, они там берут, здесь берут, все умеют, все могут. Вот эти вот все, мы там сделаем из вас терминаторов. У меня только один вопрос. Где потом эти машины катаются, блядь? Машины, это я имею в виду ученики, которые в эти кэмпы ездят. Где потом на этих убийц, сука, смотреть? Я не видел ни одного. Но в какой-то момент я прям, что один кэмп, да, вы там научитесь то, сё, вы там другой кэмп, то, сё. А я уже у Володи Лысенко был в кэмпе. Естественно, все кэмпы разные, все по-разному учат и прочее, прочее. Но вот в моем понимании, я не знаю, опять же, я не был пока в других кэмпах, я вам это все расскажу, когда побываю во всех, но кэмп для тренировок – это самое худшее место из всех, которое можно придумать. Я вообще не понимаю, как тренироваться в кэмпе. То есть вот мы приехали, опять же, еще раз, то есть я в третий или в четвертый раз сейчас скажу, возможно, есть кэмпы, в которых это не так. Вот у Володи Лысенко мы тренировались, что касается эмоций положительных и прочего, класс, охуительно. Но как тренировать и как получать знания, я не понимаю принципиально, потому что, ну вот нас было 30 человек, и один Володин на 6 дней. Какие нахуй тренировки там? Ну да, там что-то на видео поснимали нас. Ну там что-то потом подразднули. Я ничего тут не привез. Я-то планировал, что я тут приеду, у меня будет КГБ, ФСБ, МРТ, вся хуя, все, все трюки. Научусь весь вейкбординг пройду, после того, как туда съезжу. А хуй там был, я оттуда привез, рыжу новую, и все, и больше ничего я тут не привез. То есть что касается тренировок, тренировок, в кэмпы, я считаю, что полная хуйня. В кэмп надо ехать, чтобы какую-нибудь пищу там подцепить, и как дать ее минут 7 прям конкретно нахуй, чтобы заляхать трещало. А вот что касается тренировок, хуй там был. Короче, суть в чем, если вы начинаете, в начале сезона едете в кэмп, где вас, ну, в любом случае будут тренировать, и вы уже заряжены на то, чтобы учиться новым трюкам, хотя всю зиму не катали, это ебать как, на мой взгляд, вредно. Я считаю, что, ну, есть какие-то кэмпы, да, там, менее известные, когда просто, типа, собирается группа людей, ну, они там размялись, тут размялись, там покатались, кальян покурили, туда-сюда, да, окей. Но ехать в кэмп в начале сезона за новыми трюками к именитым мастерам, я считаю полной хуйней, потому что максимум, чего вы добьетесь, это, сука, травмируетесь, и все. Ну, не то, чтобы прям со стопроцентной вероятностью, да, но риск увеличивается в разы. Два года назад мы ездили в кэмп Квовел и Сенко, и, соответственно, ну, середина октября я, окей, закончил кататься, да, то есть где-то месяц мы не катались вообще, приехали в ХИП, покатался я один день, и на второй я охуел, меня болело все. Я не катался всего один месяц, всего, то есть у меня был супер интенсивный сезон, потом я не катался всего один месяц, и прям на первой же катке в ХИПе у меня настреле, я просто, я с кровати встать не мог, я просто второй день я ничего не делал, я просто ходил, потому что у меня болело все. А здесь вы проебали 6-7 месяцев зимы, и едете после этого, сразу забыв всю нагрузку и здесь, и, соответственно, физически, за новыми трюками крутым райдером в Кэмпы. Конечно же, это все абсолютно субъективно, это все полная вкусовщина, у вас мнение на этот счет может быть совсем другим, и, конечно же, абсолютно не обязательно вы травмируетесь, если вы курите, это не значит, что вы умрете от рака, возможно, вы подскользнетесь на улице и ударитесь головой, то есть такое тоже может быть, да, соответственно, это, как бы, весь мой вот этот пиздеж, он в рамках тематики о минимизации риска получения травмы в начале сезона. Плюс, достаточно гиперболизировано, потому что, опять же, во многом я придерживаюсь следующей формулы, проси больше, дадут сколько надо, то есть, посильнее напугал, значит, вот человек, он побольше будет такой, у него где-то в голове отложится, останется он такой, все, блядь, дабл бакролл, не, ну его нахуй пока реверт. Короче, все, вот это, я планировал, что у нас на это уйдет минут пять, а вы уже меня слушайте, наверное минут сорок, да, поэтому мы вот эту всю ситуацию сворачиваем и нахуй едем дальше. Короче, лед тронулся, наконец-то меня начали звать в вейкпарке, для того, чтобы пообщаться, познакомиться, подснять обзорчик, все это способствует развитию вейкбординга в целом. Вот в СНК я сейчас еду как раз по той самой причине, причем я подгадывал еще так, чтобы попасть в кемп с ребятами из адаптивного вейкбординга, да, соответственно, я сейчас снимаю про них фильм и тут хочу убить двух зайцев как бы и материал для фильма поснимать и вейкпарк поснимать и может быть даже успеть два раза туда-сюда покататься на кольце. Вот покататься, мне кажется, я хуй успею, но очень сильно хотел пообщаться, может быть, каким-то опытом пообмениваться и, соответственно, делать контент для того, чтобы у вас было понимание, да, там, что происходит в СНК, что там на вейк 48, какой вейкпарк это фристайл, да, соответственно, вот в этом сезоне постараюсь отснять максимально большое количество обзоров на вейкпарки и зимой, соответственно, буду их делать, буду выпускать. Хотелось бы, чтобы в ближайшее время были обзоры на все вейкпарки, я создам ресурс, какой-то сайт, на котором, соответственно, будут все мероприятия, все видосы вот эти с обзорами лежать и также там будут статьи, которые я буду прикреплять к каждому вейкпарку, да, там, положение фигур может измениться или, мразь, сейчас я тебя ебну, если ты еще раз сюда прилетишь, падла, блин. Там новые домики сделали, да, или еще что-то новенькое, то есть ты же не будешь ездить переснимать видео, а инфраструктура меняется и просто в качестве как статьи я буду дополнять информацию. То есть это очень круто, это классно, по-моему, зимой меня еще ребята из Магнетика звали, но я могу ошибиться. Я просто не нашел переписку в Инстаграме, что-то очень глубоко она там где-то у меня ушла и, ребята, подтвердитесь, пожалуйста, если это видео смотрите, если действительно из Магнетика, ну, откуда бы меня не звали, я просто могу своих парком ошибиться, соответственно, вы мне отпишитесь, пожалуйста, и мы с вами договоримся, я тоже в этом сезоне к вам приеду, пообщаемся. Так вот, лед тронулся, соответственно, также мне хочется посещать производство, допустим, Вертига, если кто-то оттуда меня смотрит или ребята, которые меня смотрят, вы им заспамьте и пусть меня зовут, соответственно, тоже. Мирборд, ребята до сих пор меня не позвали, а я принципиально прошиваться больше не буду, просто жду приглашения. Даже не то, чтобы Вейк, да, мы вот, допустим, про серф снимали, да, на искусственной волне, тоже прикольно, да, все, что вот к водной стихии относится, обязательно меня зовите, поснимаем, потусуем, пообщаемся, расскажем, увеличим количество клиентов и будем, соответственно, привлекать новых людей в наш замечательный вид спорта. В определенный момент я понял одну ситуацию интересную. У меня очень мало подписчиков на ютубе, очень мало, я вообще не думал, что за два года, я, ну, на данный момент, я думал, что я уже буду, типа, всемирно известным миллиардером, у которого Данила Гранат будет апельсин чистить по утрам и какая-нибудь известная вейкбордистка отсасывать по яйцам, но ни разу не было. Но тот фидбэк, который я получаю, он несоизмеримо больше количества подписчиков и просмотров в моем канале. И в определенный момент я понял, что я делаю качественно, я делаю хорошую платформу, то есть мой канал, по большей части, он может быть моим номинально, но участвовать в создании контента может огромное количество людей и я буду этому очень рад, потому что это будет способствовать не только развитию канала, но и вейкбординга в целом. Сейчас подведу мысль к логическому завершению, соответственно, я думал, что я буду делать обучалки со спортсменами, которые что-то умеют, да, там, может быть, Никиту Терскова звать, там, Тему Ушакова, может быть, Вова Лысенко, да, все, кто не откажется, все, кто хочет позаписываться, подснять видосик, у нас такой один есть на Double Half Cap, одно из самых первых видео, можете глянуть вот в таком формате, и я думал, что в принципе это единственное, где можно будет задействовать других ребят как спикеров, да, ну если не считать, не брать в расчет какие-нибудь интервью. А тут меня посетила одна замечательная идея, я общался какое-то время с Лизой Валу по инстаграму, и она мне говорит, вот, кстати, если тебе интересно, одна из главных новостей в комьюнити сейчас, на данный момент, это то, что пикоки ушли с Роникса, и теперь катаются на хайперлайтах. А для меня пикоки это какое-то заболевание желудочно-кишечного тракта. Как оказалось, это братья пикоки, которые, типа, одни из самых лучших вейкбардистов в России, а я не ебал в душе, кто они такие, понимаете? И таких людей огромное количество, то есть я не знаю иностранного языка, и за спортсменами, иностранными тоже не особо слежу, потому что у меня чуть другая задача. Моя задача привлекать новых людей. Я, конечно, слежу за спортсменами, но сейчас в большинстве случаев это я вот плюс-минус уже знаю всех русских топов, и вот там чуть-чуть начинаю сейчас вот запоминать имена зарубежных крутых райдеров, да, там в лицо, может быть. Я и пикоков этих в лицо знал, я у них даже что-то пиздил на ютубе для своих роликов, но я не знал, что они пикоки. В общем, суть в чем? Существуют люди, которые обладают информацией, которая, в принципе, была бы интересна, которой я не владею, и почему бы не отдать какую-то рубрику на аутсорс какому-то человеку? Соответственно, я предложил Лизе следующее. Если я не ошибаюсь, у нее есть камера, я там могу объяснить, как ее выставить, как поставить там какой-то минимальный свет, и какую-то подключить петличку, да. можно записать какой-то материал, отправить его мне, я всю эту ситуацию смонтирую и выложу на канал. Тем самым мы получим больше роликов, больше информации о вейкбординге, соответственно, больше спикеров. Ну, и Лиза мне до сих пор не ответила, я думаю, она меня пошлет нахуй, но как бы за спрос денег не берут, да. Вот, соответственно, что? Если, вот Максиму завтра я тоже самое предложу, соответственно, степ ту вейк, если есть о чем рассказывать, почему бы раз в месяц не записать ролик с этим интересным человеком в главной роли, который будет сидеть и вот, как я, вам напёздывать какую-то интересную информацию про вейкбординг или около вейкбординг, про какие-то новости, которые сейчас происходят, мероприятия и прочее, прочее. Я же, ну, не везде, я, в принципе-то, из Питера особо никуда не выезжаю, я бомж, да, и существуют люди, которые путешествуют, у которых есть знания, которые могут рассказать, кто такой этот, а кто такой тот, а как там, а как тут, и это очень круто, поэтому я решил, что я буду доёбываться до райдеров не только с обучалками, но и с рубриками. Если вы меня смотрите и вам есть о чем попиздеть, вы можете абсолютно спокойно мне писать, я по всем вопросам подскажу, ролик смонтирую, и вы, мы его на мой канал, соответственно, выложим. Никаких проблем нет. ещё раз, всё, что вам нужно, ну, даже если у вас айфон, даже если у вас никакой камеры, там, зеркалки нету, можно снимать на айфон, я подскажу с настройками, то есть это не страшно, не трудно и реализуемо. Касается это не только профессиональных райдеров, можно, вот, допустим, мы записывали когда-то интервью с Максимом, он вот про серфинг рассказывал, и я думал, что вообще не зайдёт, а мне, в принципе, когда я его сейчас нарился, нарезаю, мне достаточно частенько отвечают по этому поводу, говорят там, а мне серфинг нравится, а мне не нравится, а то, а всё, а пятая, десятая. То есть не обязательно быть профессиональным райдером, нужно быть, нужно, блять, быть просто, и что-то знать, и всё, и тогда можно попасть ко мне на канал и о чём-то рассказать, вообще без каких-то проблем, а самое главное, без цензуры, то есть, допустим, я, ну, иди нахуй отсюда, бля, я вот, например, катаюсь на слиншоте, да, я обожаю слиншот, и, соответственно, сейчас в свете последних событий, ну, это событие, это СВО, да, я хочу хотя бы частично переходить на русский став, ролик об этом я буду делать, это тоже будет большой фильм, буду делать его в конце сезона, но об этом не важно, потом, в общем, с учём, никакой цензуры, если вам не нравится слиншот, а вы, там, адепт хайперлайта, вы можете сказать, что, ребята, а я вот на хайперлайтах катаюсь, а Саня идёт нахуй своим слиншотом, и это даже вырезаться не будет, ваша позиция, она ваша позиция, никаких проблем нет, если вы, на чём бы вы не катались, чём бы вы не прыгали, с какими бы моими словами вы были не согласны, это не страшно, потому что я, опять же, сам не тот человек, которого можно слушать безоговорочно, и всё принимать на веру, нет, то есть я сам учусь, я сам вот только начинаю познавать этот мир, замечательный, вейкбординг, ознакомиться с людьми, то всё, пятое, десятое, я сам могу во многом ошибаться, то есть я сейчас просто пробую разные теории, да, там, тестирую, а как работает это, а как то, а всё, а пятое, десятое, так же и с развитием вейкбординга в целом, и со своим ютуб каналом, и с контентом, если вы в чём-то не согласны со мной, вы можете без проблем высказывать свою позицию, я это на монтаже вырезать не буду, ну, если это не личное оскорбление, конечно же, в подтверждение моих слов, вы можете посмотреть рубрику «Зичёвый стол», это видео, которое получилось спонтанно, там, хуёвый звук, потому что я не думал, что парни будут так много разговаривать, но мы там достаточно ожесточённо спорим, и нет такого, что я безоговорочно, там, вот, всё, вот только как я сказал, и больше никак иначе, и вот только так, нет, то есть Матюха очень много мне подпёздывал, Стассян тоже аргументами где-то давил, и нормально, то есть есть мнение, есть ваше, есть моё, мы все имеем на него право, также есть, соответственно, какие-то вещи, с которыми мы не соглашаемся, но потому что, ну, я считаю, что вот это важнее, а другой человек, что вот это важнее, и это нормально, хорошо, и как раз вот из таких дискуссий что-то рождается, что-то получается, что-то к чему-то приходится, это всё чем-то как-то шлифуется, и интересное событие в результате мы проживаем, что сказал, как вы это всё поймёте, я хуя знаю, но, соответственно, мы вот это опять же пиздёж по второй тематике весь сворачиваем, подводим итог, если вы хотите о чём-то рассказать, пишите мне, и я подскажу, сделаем ролик с вашей рубрикой, и может быть даже на постоянной основе будем его выпускать, так что, такие дела, я вам напиздел, вы меня послушали, я очень рад, и успокоение души моей не знает границ, очень мне хорошо сейчас, и солнце даже светит, и осталось мне до СНК всего полпути, километров 500, и я счастлив, сейчас заеду, возьму кофейку, и продолжу своё великолепное перешествие, а вы, мои хорошие, спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, въёбывайте по колокольчикам, пишите комментарии, пишите на почту своё предложение, и будем развивать вейкбординг вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok